Мир вам уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психофарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Мы говорим о нашей эмблеме, о нашем девизе за ужих оплакив мертвых, разбивая молнии, рассказываем о парадоксальных ситуациях, которые случаются в психиатрии. Сегодня мы будем рассказывать о ситуации, когда хорошая память вредна. На самом деле, это очень и очень частая ситуация в психиатрии, когда хорошая память вредит. Но, к сожалению, если кто-то посмотрит этот заголовок, он может подумать, что это какая-то шутка. Нет, это не шутка. Все люди знают, что нужна хорошая память. Иногда это плохо. Мы сегодня будем рассказывать вам о расстройствах, которые возникают после стресса. И существует такое расстройство, которое называется острая реакция на стресс, который возникает непосредственно сразу после стресса. Например, человека призвали, предположим, в армию или еще что-нибудь с ним случилось. Катастрофа, несчастный случай, военные действия. И здесь наступает то, что называется острая реакция на стресс. Обратите, пожалуйста, внимание, при этой острой реакции на стресс, там различные нарушения поведения у человека, возникают различные симптомы. Мы сегодня об этом рассказывать не будем. Раньше рассказывали. Почему это для нас, для сегодняшнего разговора, не важно? Потому что такая реакция на стресс, она с памятью практически не связана. Человек может даже и не помнить, что у него была уже такая реакция на стресс, причем она аналогичная. Потому что здесь стресс такой сильный, что он может вызвать психическое расстройство абсолютно у любого человека. Ну, например, военные действия, какая-то природная катастрофа. Это все может вызвать реакцию у любого человека. А вот дальше уже начинаются более отдаленные реакции. Ну, например, расстройство адаптации или расстройство приспособительных реакций. Вот здесь стрессовый фактор уже пожиже. То есть, он, конечно, может поражать, угрожать социальной жизни пациента, потере близких, переживания, разлуки. Более широкую систему социальной поддержки, социальных тех, например, миграция, положение беженца. Но на самом деле, тут я вам скажу, что здесь уже начинает играть роль память. Эта память, конечно, не входит в критерии расстройства адаптации. Почему? Потому что на первом плане вот человек оказался, скажем, беженцем. Он не знает, как приспособиться, он не понимает, куда ему двигаться. Он не способен справляться с ситуацией. У него депрессивные мысли, у него тревога и беспокойство. Как будет, как что. Не знать, чем заняться. Снижение продуктивности в делах, склонность к драматическому поведению, может быть. Здесь, конечно, уже начинает играть роль память. Но она как бы на втором плане. Как здесь играет память, какую она роль играет, и почему эта роль неблагоприятная. Человек вместо того, чтобы приспосабливаться к новому месту, поневоле сравнивает свою теперешнюю жизнь с тем, что было раньше. И видит, что раньше было, предположим, лучше, а сейчас стало хуже. И это, конечно, не добавляет ему никакого настроения. Но, конечно, есть ситуации, когда память, хорошая память, прямо входит в критерии психического расстройства, которое возникает у пациента, перенесшего какую-то психотромирующую ситуацию. Сейчас об этом расскажем. Конечно, бы хотелось, чтобы он это забыл, чтобы у него память была на самом деле похуже. Беда вся в том, что если память хорошая, отказаться от этой памяти невозможно. Что я имею в виду? Я думаю, все мы помним фильм «Рэмбо. Первая кровь», где очень хорошо показано так называемое посттравматическое стрессовое расстройство. Посттравматическое стрессовое расстройство – это новое расстройство, ну, скажем, для наших зрителей. Мы о нем еще не рассказывали. Но будем рассказывать об этом все чаще и чаще, потому что посттравматическое расстройство очень часто возникает у так называемых комбатантов, то есть лиц, которые участвовали так или иначе, участвовали в военных действиях, или видели эти военные действия, рядом находились с этими военными действиями, либо там, скажем, находились в плену, либо подвергались пыткам. То есть, это все то, что приносит война в жизнь любого человека. Так вот, вы помните, как у Сильвестра Сталлона, точнее, у его Рэмбо, у его персонажа, как он сорвался с катушек после того, как ситуация явно напомнила ему то, как его пытали во вьетнамском плену. И вот на первом месте в диагностических признаках этого посттравматического стрессового застройства звучит повторное переживание в настоящем времени травмирующего события или нескольких событий в форме ярких, навязчих воспоминаний, флешбеков или кошмарных сновидений. То есть, человека охватывает буквально вот эта хорошая память, он возвращается в ту ситуацию, когда он переживал все эти ужасы, которые с ним были. И тут, конечно же, наступает нарушение, различное нарушение поведения, возникает страх и ужас. Человек хочет любой ценой избежать неприятных мыслей, неприятных воспоминаний, неприятных ситуаций. Он может на самом деле, как Рэмбо, пойти в атаку, он может удариться бегством. И вот это чувство повышенной угрозы приводит к особому состоянию, когда человек сверхосторожен, сверхвдительен. У него повышенная реакция, он вздрагивает, он раздражительный, его раздражают громкие звуки. И симптомы это сохраняются достаточно длительно. Вот это все, посттравматическое стрессо-расстройство, конечно, это все очень сильно влияет на поведение человека. Он находится в состоянии такой, некоторой оцепенелости даже. Он не так эмоционально реагирует на окружающее, потому что он внутри себя сверхвдительен. Он постоянно находится вот в этих состояниях наплыва воспоминаний, очень и очень неприятных. Так что, на самом деле, очень и очень серьезное состояние, еще раз говорю, которое напрямую связано с хорошей памятью. Не было бы этой хорошей памяти, может быть, и не было бы этой посттравматической реакции на стресс. Обратите, пожалуйста, внимание, что такое память. Память – это работа ацетилхолиновых нейронов. В этом смысле мы опять возвращаемся к нашей с вами гидре. В основании гидры лежит все то, что позволяет нам контролировать свое поведение. Это хорошая работа двух тормозящих систем – серотониновой, гамм-каргической, гамм-кослов, гамм-аминомастная кислота. А вот поднимают голову различные нейрональные системы. Одна из них – ацетилхолиновая, которая отвечает за память. И вот эти наплывы воспоминаний, они очень и очень портят человеку жизнь, потому что он как бы обратно возвращается в эту тяжелую психотравмирующую ситуацию и начинает действовать, соответственно, тому, как будто он находится в этой психотравмирующей ситуации. Хотя на самом деле это может быть только воспоминания. Ну, мы уже много раз рассказывали о механизмах кратковременной памяти. Я вам рассказывать сейчас не буду. Это просто передача информации между двумя нейронами – ацетилхолиновыми нейронами. И их активность очень важна для того, чтобы поддерживать эту память. А вот что такое долговременная память – это новые синапсы. Смотрите, старые синапсы – это кратковременная память, образование новых – это долговременная память. Соответственно, вот у больного с ПТСР работает и основная патология – очень хорошая долговременная память. То есть, у него так сформировали синапсы, что он постоянно возвращается вот в эти переживания, связанные с травмой, с военными действиями, с ситуацией, когда он находился в плену, когда его пытали. И все это может и очень часто, на самом деле, приводит в психиатрические отделения больниц. Не случайно в Америке существует так называемое ведомство по делам ветеранов, где есть госпитали, обязательно в составе госпиталя есть и психиатрические отделения, где таких пациентов лечат. И, конечно, тут же сразу возникает желание. Это очевидно совершенно. Как только ты видишь пациента, у которого хорошо работает память, сразу же возникает идея, а давайте эту память у него заблокируем. Действительно, есть два способа воздействия на нашу ацетинхолиновую систему. Это N-холинорецепторы, никотиновые холинорецепторы и есть M-холинорецепторы. Так вот, нет лекарств, которые сильно, ну скажем, в виде психиатра под рукой, нет лекарств, которые блокируют N-холинорецепторы достаточно мощно, зато есть лекарства, которые блокируют N-холинорецепторы. Вот этих лекарств у нас завались. Вот это наша классификация нейролептиков и дофаминовых нейронов, потому что все нейролептики действуют на дофаминовые нейроны. Это необычайно важно. При лечении шизофрении вы помните, что возникновение шизофрении объясняется дофаминовой гипотезой, поэтому это все-таки классификация. D-нейролептики, D-большое, это сильно влияет на активность дофаминовых нейронов, маленькое, слабо влияет, стрелочка вниз снижает активность дофаминовых нейронов. Вот здесь красным выделены те препараты, которые снижают активность ацетинхолиновых нейронов, блокируя M-холинорецепторы. То есть, так или иначе, ухудшает память. Мы об этом много рассказывали, есть у нас плейлист «Лекарства и память», пожалуйста, посмотрите. Ну и возникает такая идея, а давайте назначим препараты. Синие, назначить таблеточку, почему синюю? Помните, вот эти вот синие препараты, которые на M-холинорецепторы не действуют, или красную, которая действует на M-холинорецепторы, блокирует и снижает ацетинхолиновую активность. Почему я думаю, что будут назначаться таким больным и синие препараты, которые не действуют на M-холинорецепторы? Ну, потому что нас вообще любят назначать нейролептики по поводу и без повода. Ну, конечно, предпочитать будут, как вы понимаете, красные таблетки, потому что они зримо будут такому человеку помогать. Ну, еще не все. Дело в том, что многие препараты, поскольку они действуют определенным образом на дофаминовые нейроны, у нас есть плейлист, называется нейролептики нарушений движений, они снижают активность дофаминовых нейронов в негростриарном пути, что приводит к заторможенности, нейролептическому паркинсонизму, и тогда им назначают холинолитики. Ну, потому что одновременно у них компенсаторно повышается активность ацетилхолиновых нейронов, чтобы все это привести в некое такое равновесие, упала активность дофаминовых нейронов, давайте додавим еще и ацетилхолиновые нейроны, и таким людям назначают препараты холинолитики в качестве корректов. Для чего я это рассказываю? Ну, вот, обратите, пожалуйста, внимание, например, флюпентексол в 3,2 раза чаще назначают антипаркисонические средства. Сам препарат, это очень важно, сам препарат, сам по себе, может не влиять на ацетилхолиновые нейроны, а ему еще ко всему прочему добавляют препарат холинолитик, и этот препарат холинолитик тоже будет подавлять активность ацетилхолиновых нейронов, и у наблюдателя возникнет ощущение, что памяти стало меньше, воспоминаний стало меньше, а значит, ситуация у больного улучшается. Вот это очень и очень интересное такое наблюдение, которое, я думаю, будет касаться очень и очень многих людей, а мы им стремимся помочь, и мы стремимся предотвратить эту ситуацию, когда таким людям будут назначать нейролептик. Что еще плохого в нейролептиках? Они снижают активность самых различных нейронов. Дофаминовых, норадреналиновых, ацетилхолиновых, о которых мы уже говорили, гистаминовых и серотониновых. И в результате, если мы вспомним эту самую гидру, на что они не влияют на глутаматные нейроны, то они подчикают многие головы сразу. И когда они подчикают многие головы сразу, да еще ацетилхолиновую голову, то на первый взгляд состояние такого больного улучшится. Ну, почему? Потому что он не вспоминает, потому что у него нет каких-то вегетативных нарушений, он становится спокойнее, его адекватнее в плане своих поступков. Вроде все проходит. Беда, однако, состоит в том, что большинство нейролептиков, они снижают активность серотониновых нейронов, блокируя серотониновые рецепторы 2 типа. Мы об этом много рассказывали. Присоединяются просто к этим самым рецепторам, не дают подействовать серотонину, серотониновая активность снижается. И вот тогда у нас получается интересная ситуация. Большинство голов срублены, но тело этой гидры как бы раскармливается. То есть увеличивается вот этот вот недостаток серотониновой активности. А ведь только серотониновая активность позволяет пациенту контролировать свое состояние, правильно себя вести. Ну и в каком-то смысле контролировать вот эти вот воспоминания, которые так или иначе наплывают, беспокоят, мучают, приводят человека в состояние, когда он начинает беситься и делать то, что делал герой Сильвестр Сталлоне. То есть получается, что нейролептики на самом деле вредны больным с посттравматическим стрессовым расстройством. Беда, однако, что в нашей стране они будут назначаться очень и очень широко. Самое интересное, что, боюсь, что вот эти назначения нейролептиков будут больным самим нравиться. Потому что, ну смотрите, он спит, он сонлив, он вял. Но зато у него исчезли вот эти все тяжеленные воспоминания. Он ничего не помнит, и ему вроде бы очень и очень хорошо. Но это только первый взгляд. Еще раз, помните, пожалуйста, что это на самом деле забава без тормозов. Потому что это путь никуда. Как только он уберет нейролептик, вся эта система гидровая восстановится. Тут же они все поднимут голову, потому что серотониновые нейроны работают плохо, а то и еще хуже. Единственным нормальным выходом для лечения ПТСР является назначение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, которые увеличивают активность серотониновых нейронов. Можно, конечно, пользоваться и бензодиазепинами, которые увеличивают активность гаммкаргетических нейронов. Но они у нас все, как вы понимаете, на номерных рецептах. Ну и вообще-то говоря, риск того, что возникнет зависимость у пациента с ПТСР, это очень тяжелые больные, она, конечно, высока. Потому что любой препарат, который поможет, у человека, страдающего ПТСР, будет возникать желание как можно чаще прибегать к этому препарату, потому что состояние очень тяжелое, и болячка очень-очень тяжелая. Значит, как бы то ни было, мы с вами столкнулись с парадоксальной ситуацией. У человека хорошо работает память, даже очень хорошо, даже слишком хорошо, но это очень и очень плохо. Лучше бы у него память была хуже, и тогда бы, может быть, он бы забыл про это, и у него не возникло посттравматическое стрессовое расстройство. Как всегда, в конце нашего ролика мы просим вас писать комменты, ставить лайки, подписываться на наш канал. Нам бы хотелось, чтобы вы чаще подписывались на наш канал, хотя бы под этим роликом. Потому что мы считаем, что мы таким образом можем вместе с вами, с нашими зрителями, принести пользу людям, чтобы они знали, что такое посттравматическое расстройство, которое будет обязательно, будет распространяться. И мы должны предотвратить увеличение количества таких пациентов при помощи профилактических мер. Мы должны знать, как с этим справляться, как это правильно лечить, как помогать этим больным, не допуская таких ситуаций, как было в фильме «Рэмбо. Первая кровь». Становитесь, пожалуйста, спонсором нашего канала. Хотите отблагодарить нас за этот ролик? В описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч!